Друзья, обязательно поделитесь этим видео. Вы в сильной позиции, вы человек, а значит вы по праву свободны. Друзья, что вам нужно знать о своих правах во время мобилизации? Первое, с чего нужно начать, каждый из вас должен сохранять спокойствие, уверенность, непоколебимость и непокорность. Это те самые черты русского человека, которые должны всегда сохраняться. Не переходите на личности, никого не оскорбляйте, не суетитесь, не истерите. Вы в сильной позиции, вы человек, а значит вы по праву свободны. И только вам решать, в какой войне участвовать, где проливать кровь и за что отдавать свою жизнь. Никто на этой планете не способен и не вправе заставить вас потерять свою свободную волю. Свободная воля дана вам от Бога, помните об этом и ничего не бойтесь. А теперь конкретика. Во-первых, если к вам приходит кто-либо из военкомата, пожалуйста, уточните, что за военкомат и проверьте этот военкомат в списке ЕГРЮЛ. Вы увидите, это все еще действующая юридическая организация или уже нет. Если она уже не действует, таких сейчас большинство, ну, на ней-то спроса нет. Если она действует, то вы должны запросить доверенность у человека, который представляет эту организацию и хочет вручить вам повестку. У него должна быть доверенность от руководителя этой организации, который отражен как раз в документе ЕГРЮЛ, выписке из ЕГРЮЛ. Если доверенности нет, непонятно, каким образом он представляет данную организацию. Повестку нельзя вручить в виде отправки письмом, ее не может вручить вам работодатель или кто-либо еще, потому что, опять же, у этого человека должна быть доверенность от директора данной организации. Вручается повестка только лично, только под подпись. Далее, служба существует лишь срочная и контрактная. То есть, это служба по призыву, когда вы идете служить в армию, или это контрактная служба. Службы по мобилизации не существует. Также есть резерв и есть ресурс. Человеческий резерв – это люди, кто отслужил, имеют военный опыт и числятся в запасе. Ресурс – это все остальные люди, которые могут быть...